22 сентября в музейном комплексе «Конный двор» в составе исторической экспозиции «Троица Сергиева Лавра. Архитектурный ансамбль. Страница истории XIV-XVIII веков» открылась выставка «Царственный богомолец Иван Грозный и Троица Сергиев монастырь», посвященная истории взаимоотношений Великого Государя и Троицы Сергиевой Лавры. Впервые экспозиция полностью составлена из предметов, принадлежащих фонду Сергеева Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника. Впервые открылась уникальная выставка произведений искусства из фондов Сергеева Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника. Вот посредством этой выставки появляется уникальная возможность окунуться в эпоху XVI века, познакомиться с историей нашего монастыря Троица Сергиевой Лавры, познакомиться с историей государства русского. Иван Грозный с самого детства, с самого рождения, был привязан к монастырю. Много исторических фактов, моментов связывают его жизнь с монастырем. И очень хорошо, что у наших горожан, у гостей нашего города появилась уникальная возможность познакомиться с выставкой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С выступления квартета Московской Духовной Академии стартовала выставка в музейном комплексе «Конный двор. Царственный богомолец» Иван Грозный и Троица Сергиев монастырь. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, гости. Мы очень рады видеть вас для открытия этого значимого для музея, надеюсь, не только для музея, но и для наших посетителей, проекта. Я напомню, что Сергей Упасадский и Государственный историко-художественный музей-заповедник уже более 100 лет хранят уникальную коллекцию, уникальное собрание Троица Сергиева монастыря. В исторической экспозиции представлена уникальная коллекция вещей тех времен. Произведения искусств из фондов Сергиева Посадского музея-заповедника, памятники книжности, декоративно-прикладного искусства, иконы и части архитектурных ценностей, а также другие артефакты 16-го столетия, рассказывающие о связях и взаимоотношениях Великого Царя с Троица Сергиевым монастырем. Иван Грозный, безусловно, один из самых знаменитых средневековых правителей. Если бы не наш традиционный перетет к монаршам особам, он, конечно, превратился бы уже в нашей культуре 21 века во что-то подобное мультяшному графу Дракуле, настолько уже у всех на языке, на уме, настолько он популярен. А с другой стороны, совершенно верно, историки нам говорят, что это очень сложный персонаж отечественной истории. И как быть? И он популярный, он постоянно чуть ли не каждый день вспоминает. В новостях вообще. Как быть, как понять этого человека? Как вообще разобраться в том, что происходило в 16-й веке? Для нас, историков, конечно, важны вот эти вещи. Ну, и для археографов, конечно, вот памятники письменности. Поэтому мы, изучая эту эпоху, она принципиально отличается. Вот я как-то раз такую, может быть, для историков банальную вещь повторяю, что одно дело 17-й век, где документов огромное количество, вот в архиве древних актов просто представить эту вагон. И 16-й век, где каждая вот грамота, каждый вот листочек там найденный, новый или даже прочитанный старый, к сожалению, вот все равно остаются недалеко не все прочитаны, под посольские дела, где вот открывал я крымскую книгу, а там послание Ивана Гроза. Неизвестное, не опубликованное, ну что, так бывает. Или какие-нибудь еще вот такие маленькие, так сказать, буквально клочки бумаги, там использованные для закладок. Просто эпоха, конечно, очень сложная. Очень много всего было. Но надо изучать. И вот я думаю, что вот эта выставка, она вот еще свой какой-то вклад, когда мы можем сразу все это увидеть. Конечно, мы что-то знаем из каталогов, но один раз увидеть, подлинники, это огромное дело. На выставке были представлены вклады царской семьи и представителей московского боярства. Оригинал жалованный грамотой Ивана IV. Уникальные книги. Апостол, принадлежащий митрополиту Иосафу Скрипицыну. Евангелие священника Меркурия Дмитровца и диакона Ионы Зуя, украшенные великолепными миниатюрами. Могильная плита боярина Ивана Бутурлина, казненного в 1575 году. Сохранившаяся запись о покаянии Ивана Грозного в Троицкой обители и установлении им поминовения царевича Ивана Ивановича и многое другое. Сейчас мне очень приятно, когда говорят о том, что царь Грозный – это не та фигура, которая однозначно восприниматься должна вот такой вот, он рубил головы, опричненно и все на этом. На самом деле вы знаете, откуда пошла, конечно же, письменность, и невеже вспоминаемые, и вспоминаемые аптеки. А знаменитые стихи, чем и музыка? Ну, много всего, откуда что взялось. Вот, и, конечно, вот когда сегодня очередной раз напоминают о том, что действительно очень верно было сказано, что начиная с здесь этого неоднозначного человека, глубокой личности, в исторической значимости необыкновенной, что началась она в ураке преподобного Сергия, когда Иосафов был игумен, крестил будущий митрополит, ну и так далее. Пусть это фондовая выставка, составленная исключительно из уникальных экспонатов, принадлежащих нашему музею, небольшая, но все же, разглядывая их, эти экспонаты, невольно всплывают образы не только кровавых мальчиков, а многих других ярких персон того мрачного времени. Это и Келлорь Авраимий Палецин, и невинно убиенная жена Ивана IV Марфа Собакина, и князья Андрей Курбский, Горбатов-Шуйский, Ховрин, Булгаков, Риполовский, Иван Куракин, если хотите, боярин Иван Гутурлин, вот его могильная плита, и, конечно, главный опричник, Малюта Скуратов, Григорий Лукьянович. И мне приятно сегодня, когда мы сейчас приватно беседуем, приятно то, что сегодня здесь, наконец-то, как ни странно, мы тоже начали возвращать этого царя и в наше лово, сюда, потому что нечасто говорилось о том, что Иван Грозный отсюда и вышел, по сути. Мы, конечно же, рассказываем и о благоприятном, замечательном периоде, с чего все начиналось, как его сюда привезли, когда он родился, как его положили на рак у преподобного Сергия, как затем он, младенцем, каждый год, а иногда несколько раз в год, приезжал на богомолье, дарил богатые вклады, дары, всячески одаривал обитель, помогал ей. По его распоряжению были построены крепостные стены вокруг лавры, по его указу был построен огромный Успенский собор, самый большой храм монастыря. Но все оказалось не так гладко. Внезапно начинается сложный очень период в истории нашей, начинается опричнина. Этому было очень много причин, к сожалению, но, тем не менее, отношения с монастырем тоже рвутся. Он реже приезжает, перестает давать дары сюда. И происходят разные, скажем так, события, когда он даже обличает монахов, троицы Сергиева монастыря, утверждая, что здесь иссякло благочестие. Все эти периоды, вот эти три этапа, мы раскрываем на нашей экспозиции, причем стараемся показать ее так, чтобы ее можно было понять и детям, школьникам, потому что здесь вещи все показаны достаточно доступно для зрителя. Здесь большое количество света. Кроме того, мы показали предметы так, чтобы можно было разглядеть какие-то нюансы. Где-то стоят специальные зеркала, к которым можно подойти, что-то прочитать, узнать новое. Главная идея – показать Ивана Грозного, как богомольца троицы Сергиева монастыря. На протяжении всей своей довольно долгой для средних веков жизни Иван Грозный очень тесно связан с монастырем. И вот эту связь с монастырем мы показываем на экспонатах из собрания нашего музея. В частности, те предметы, которые были пожертвованы его семьей. У нас есть две иконы, которые относятся к вкладам царицы Анастасии и к Егене Ульяне, жены брата Ивана Грозного. Вот эти иконы царица Анастасия видела, и царь мог видеть, и, может быть, перекрестился на эти иконы. Так что вот такие уникальные артефакты, они здесь представлены, но это далеко не все, что здесь есть. Но главное, что мы стремились показать, это мемориальную связь с этой эпохой, с этой личностью. Выставка в музейном комплексе «Конный двор» продлится до 17 декабря 2021 года. Попасть на нее может любой желающий. Режимы работы – среда-воскресенье с 10 до 6, четверг-суббота с 10 до 7, пятница с 10 до 5. Андрей Ковылов, Сергей Власов, День города.